В эфире программа День города в студии Марина Комиссарова. Здравствуйте! Тема сегодняшнего выпуска. Крылатая пехота. В Рязанском военно-воздушном десантном командном училище состоялся 135-й выпуск офицеров. Подорожание электроэнергии. Что мы знаем о своих правах в сфере ЖКХ. Ищем пути объезда. Путепровод на улице Есенина закроют для движения транспорта. Служить в крылатой пехоте во все времена было почетно и ответственно. Про доблесть и отвагу десантников слагают легенды. Рязанское военно-воздушное командное десантное училище имени генерала Маргелова – вуз, в который мечтают попасть мальчишки, с детства выбравшие путь служения Родине. В 135-й раз училище выпустило офицеров-десантников, в 5-й раз прапорщиков. За торжественной церемонией наблюдала наша съемочная группа. Дипломы отличникам вручил замглавы Минобороны Российской Федерации генерал-полковник Юрий Садовенко. 52 человека вместе с лейтенантскими погонами получили красные дипломы. Товарищ заместитель министра обороны, лейтенант Асипенко для вручения диплома прибыл. Ульяновская служба страны. Спасибо. Уважаемые товарищи выпускники, имею честь от всего командного состава училища, Парафельска, Проводительского состава, а от обслуживающего персонала поздравить вас с выпуском из нашего училища. Особые слова признательности и благодарности дорогие родители вам за воспитание настоящих сыновей, надежных защитников нашего Отечества. Всего в парадном строю стояло 254 специалиста, в том числе и иностранных государств. Республики Гвинея, Мали, Таджикистан, Белоруссия и Кыргызской республики. Теперь выпускникам предстоит стать достойным примером для своих товарищей, продолжить славные традиции, заложенные их предшественниками, вышедшими из стен вуза. Я очень рад, что попал именно в этот коллектив. Я всех от чистого сердца поздравляю. Желаем крепкого здоровья, ну и, соответственно, больших погон, ну и чтобы мы встречались в последующем. Службу мы будем проходить, конечно, в одной бригаде все, поэтому видеться будем чаще, ну и в училище хочется приезжать на день встречи выпускников. Руководство страны и Министерство обороны уделяет особое внимание подготовке военнослужащих, квалификация которых должна соответствовать требованиям времени. В Рязанском десантном училище для подготовки высококлассных специалистов есть все условия. Успешно решаются вопросы социального обеспечения военнослужащих и членов их семей. Идет переоснащение армии и флота новейшим вооружением, эффективность применения которого напрямую зависит от квалификации специалистов. И для их подготовки в Рязанском училище созданы все необходимые условия. Совершенствуется образовательный процесс, обновляется учебно-материальная база. Сегодня в распоряжении курсантов есть современные тренажеры, спортивные комплексы, аэродинамическая труба, глубоководный бассейн. Буквально недавно ввели в строй, приезжал министр обороны, открывал ледовую арену. После отпусков молодые специалисты приступят к службе в различных регионах нашей страны, а также государствах дальнего и ближнего зарубежья. Белоруссии, Республики Гвинея, Малита, Джекистане. Но независимо от места службы объединять их будет одно – верность долгу и родной стране. Тем более, что им есть на кого равняться. Среди выпускников училища 53 героя Советского Союза и 74 героя России. Как сообщает Управление транспорта в связи с временным перекрытием движения на время ремонта путепровода на улице Есенина, с 1 июля до 31 августа 2016 года движение городского пассажирского транспорта будет организовано по другим маршрутам. Работы по ремонту путепровода на улице Есенина идут с первой половины мая. А то, что водителям и их пассажирам часто не видно группу рабочих из окна своего автомобиля, говорит о том, что сейчас очередь как раз под мостового сооружения. Они будут менять каждую балку и будут менять каждую опору. Как я уже сказала, они будут разбирать разрушившийся цемент, будут доходить до металлических конструкций, будет проводиться антикоррозионная обработка металлических конструкций, а затем уже восстановление защитного и опорных слоев. И опять же повторная обработка. И так будет с каждой балкой. Уже через неделю рязанцам и гостям города придется предусмотреть альтернативные пути объезда. Основные изменения общественного транспорта возьмут на себя улица Маяковского и площадь Мичурина. Порядка семи маршрутов будут пущены по другой траектории. С новым расписанием и остановками можно ознакомиться на сайте администрации города Рязани. Таким образом с 1 июля по 31 августа включительно движение по путепроводу по улице Есенина будет полностью перекрыто для автомобильного транспорта. В то же время для пешеходов будет движение по путепроводу открыто. И для них сейчас готовится пешеходный тротуар, который обеспечит полностью их безопасность при движении по путепроводу. Над путепроводом также полностью поменяют все слои дорожной одежды, а также восстановят продольные и поперечные швы, в том числе деформационные. Окончательная точка в ремонте будет поставлена осенью. Повышение энергетической эффективности. Согласитесь, словосочетание внушающее доверие. Последние лет шесть, как только речь заходит об энергосбережении, люди в первую очередь меняют лампочки, а то и холодильники с телевизорами, на более умные и бережливые в этом отношении. А начать следовало бы с другого – заключения договоров на оказание коммунальных услуг и предоставление СМЕД. Энергетические комиссии многих регионов давно разработали и приняли постановление, которое как раз предлагают заботу об энергосбережении. Правда, чиновники не делают скидки на то, что те же климатические условия заставляют нас, например, пользоваться радиаторами и водонагревателями. Какой же плюс от такого постановления есть у нас? Здесь имеется ссылка на статью 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наличие письменных договоров между потребителем коммунальных услуг. И неважно, какая организация является для вас исполнителем услуги – ТСЖ, управляющая компания или какой-то потребительский кооператив. В большинстве случаев, даже, наверное, более в 90%, у нас у людей на руках нет договоров на оказание коммунальных услуг. И это лишает их возможности, даже применяя подобные постановления, учитывать объемы и стоимость этих услуг для того, чтобы каким-то образом совершать экономию коммунальных ресурсов. С 1 июля рязанцы уже по сложившейся традиции будут платить за свои квартиры больше. Рекордсмен роста последнего десятилетия. Тепло и все, что с ним связано, немного сбавил темп и подорожает ненамного. Всего чуть меньше 6%. Возможно, причина кроется в том, что газ почти не дорожает. В среднем на 3%. А именно он в период дорожающих быстрыми темпами энергоносителей вносил свой вклад в коммунальную инфляцию. А вот аппетиты водоканала, о передаче которого в конце с участником твердят уже который год, оказались существеннее. И если просто подача воды подорожает всего на 6%, то ее отведение или канализация прибавит в цене в два раза. Особенно тяжело придется тем гражданам, кто до сих пор не обзавелся электрическим счетчиком. Для них вырастут и сами тарифы, и нормативы потребления. Такое решение приняла региональная энергетическая комиссия Рязанской области. Причем зависеть они будут не только от количества зарегистрированных на данной жилплощади граждан, но и от числа жилых комнат, что в общем-то не совсем справедливо. Площадь современной однушки может оказаться даже больше, чем у трехкомнатной хрущевки. Одновременно это может послужить дополнительным стимулом для установки счетчика, но сами нормативы вызывают некоторые вопросы. Сотрудники правоохранительных органов пресекли в Рязанской области незаконное хранение взрывчатых веществ. Взрывчатку и экстремистскую литературу обнаружили в ходе проведенной спецоперации сотрудники УФСБ России по Рязанской области и регионального ОМВД. В рамках оперативно-разведенных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона и 41-летнего жителя Рязанской области, которые подозреваются в том, что по месту жительства хранили взрывчатые вещества и устройства, а также литературу экстремистского содержания. При досмотре жилищ злоумышленников было обнаружено и изъято две тротиловые шашки, электронный детонатор и более двух килограмм взрывчатого вещества. По данному факту возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Подозреваемые задержаны в соответствии со статьей 91 УК РФ. ДТП с участием несовершеннолетних водителей, как бы это абсурдно ни звучало, перестали быть редкостью, в том числе и в нашем городе. Угнать родительский автомобиль и покататься оказывается не так просто, как это себе представляют подростки. Около 4 часов утра в субботу на улице Дзержинского напротив дома номер 18А Volkswagen Passat выехал на тротуар и врезался в столб. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД оказали помощь пострадавшим. Травмы различной степени тяжести получили водитель и три ее пассажира – девушка 18 лет и молодые люди 20 и 25 лет. Их доставили в больницу. Сотрудники полиции установили, что за рулем находилась 16-летняя Рязанка. По предварительной информации, девушка взяла ключи от машины родителей и поехала кататься со знакомыми по городу. У нее не было водительских прав и она не справилась с управлением автомобиля. По факту ДТП проводится проверка, в том числе с привлечением инспекции по делам несовершеннолетних. Рыбалка – одно из самых массовых увлечений человечества. Кто хоть раз побывал на водоеме с удочкой, насладился чистотой, ни с чем не сравнимой радостью общения с природой и поймал первую в своей жизни рыбу, тот этого не забудет никогда. Сегодня, во Всемирный день рыболовства, Олеся Харлина встретилась с одним из самых активных рыбаков нашего города, собирающим вокруг себя единомышленников. Если кто-то до сих пор уверен, что рыболовство – это сплошной отдых, он сильно ошибается. В наше время поймать рыбку большую и побольше – серьезный и тяжелый труд. Это раньше можно было часами смотреть на поплавок и успокаивать нервную систему. Теперь сплошные селфи с рыбой в руках – соревнования по количеству просмотров в интернете и количеству пойманных килограммов. Но ни один настоящий рыбак все равно не поставит спиннинг в темный чулан. Я поздравляю всех с сегодняшним праздником, днем рыболовства. И, конечно же, наверное, этот праздник отмечается в основном среди каких-то предприятий промышленных, которые занимаются рыболовством серьезно, вылавливают огромные тонны рыбы, потом продают на рынок, на наш. Но я думаю, что к этому празднику имеют отношение и простые рыбаки, смертные, скажем так. Сегодня истинные рыбаки собираются в клубы, делятся опытом и знаниями, а также приходят друг другу на помощь. Любители рыбалки все чаще посещают различные части света ради хорошего улова. Но и в наших местах есть, куда закинуть удочку. Взять хотя бы Ореховое озеро. Мне казалось бы, рыбы там должно быть мало. Но на самом деле расплодился карась там хорошо. Сам вот буквально три дня назад случайно выкрыл время, заехал на орешек, поймал хороших с ладошки карасиков. Очень приятно. Даже не верится, что первую удочку изобрели 16 тысяч лет назад, а крючок сделали в бронзовом веке. А ведь были времена, когда в той же Франции ловить рыбу могли только представители рыболовного цеха, священники и знать. Все-таки хорошо, что прогресс и спортивный, а точнее рыбный интерес сделали рыбалку одним из самых любимых увлечений. Мы желаем, чтобы рыбаков становилось все больше и больше. Все они были гуманные, трезвые, бодрые и молодые вечно. Экспедиция Кадьяк-2016, за ходом которой мы с интересом наблюдали, завершила свою работу. Участники проекта вылетают в Россию. Руководитель экспедиции, герой России, председатель Рязанского областного отделения Русского географического общества Михаил Малахов связался с нами по телефону. Последние дни они всегда достаточно сложные и ответственные. А в этот раз они были еще и опасными. Нам предстояло преодолеть по океану более 35 килограмм, что не переставая в дверь. За раскопками перед Центробанком с интересом в течение года наблюдали небезразличные к истории люди. Исследование культурных слоев в самом центре города – уникальная возможность, и археологи с радостью воспользовались ей. Хотя сроки работы и были сильно ограничены. Результаты раскопок теперь представили на публичное обозрение. Познакомиться с отголосками прошлых эпох можно в Рязанском Кремле. Начинался острог у Веденской башни. Название выставки может заинтриговать тех, кто не знал, что здесь, на территории, где ныне располагается Центробанк, когда-то располагались оборонительные укрепления города Переиславля-Рязанского. По данным историков, острог был возведен в конце 16-го – начале 17-го веков. В письменных источниках о нем почти ничего не сказано. Поэтому его конструкция и локация долгое время оставались загадкой. Археологические раскопки, которые стартовали в прошлом году, позволили установить, что линия острога тянулась с севера на юг от оврага, образующего мыс берега реки Трубеж, с церковью Спаса-Найру вдоль улицы Некрасова. Раскопки в общей сложности продолжались полтора месяца в 2015 году и около месяца в 2016 году. За это время было исследовано раскопками порядка 800 квадратных метров площади. Это достаточно большие раскопки, пожалуй, самые масштабные, которые проводились на территории Рязани. Помимо остатков оборонительной системы Переславля-Рязанского, члены археологической экспедиции обнаружили на этой территории множество артефактов временного периода от XII до XIX века. Это и различные украшения – стеклянные браслеты, персни, браслеты из цветного металла, нательные крестики и многочисленные предметы быта – посуды, игрушки, замки. Среди самых ярких находок – фрагмент импортного стеклянного сосуда, украшенный изображением рыбок. Рисунок выполнен золотистой краской по белому контуру. Археологи датируют этот сосуд XIII-XIV веком. Находка довольно престижного предмета уникальна. Она происходит с периферии пригородного поселения и относится к начальному этапу становления Переславля как крупного городского центра. Благодаря тому, что это была большая площадь, у нас появилась возможность достаточно на местности представить себе топографию, этапы развития города. И вместе с предыдущими исследованиями, результаты которых тоже очень важны, мы получили достаточно полное представление о развитии этой части городского посада и о строгом на протяжении нескольких столетий. Огромный интерес представляют и вещи не столь далеких времен, например, XIX века. Серия костяных зубных щеток и изящная французская фарфоровая баночка для адантина – зубного порошка. На этом наш выпуск подходит к концу. Мы желаем вам хорошего завершения дня и прощаемся с вами до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова